Страшную находку сделали ополченцы Донецкой Народной Республики, осматривая города и села, где орудовали боевики. Защитники Донбасса наткнулись на лагерь карателей. В нем, по мнению активистов сопротивления, военные пытали и убивали мирных жителей. Увиденное там шокировало даже тех, кто, казалось бы, уже успел привыкнуть ко всем ужасам войны. Кроме того, ополченцы продолжают разминирование крупнейших заводов и промышленных предприятий. Вернее того, что от них осталось. С места событий передает Александр Токарев. Ополченцы объезжают бывшие позиции украинских военных, чтобы найти и обезвредить неразорвавшиеся снаряды. Вот некогда успешное Донецкое угледобывающее предприятие. Сейчас его не узнать. Карательные батальоны и наемники базировались здесь несколько месяцев. Отсюда обстреливали все окрестные населенные пункты. Отступая, шахту заминировали и пытались подорвать. Впрочем, местные жители вовремя сообщили о готовящейся диверсии бойцам ополчения. Здесь они проживали и отсюда вели. В том числе и отсюда вели. Обстрел близлежащих деревень. Когда они покинули территорию этой шахты, они заминировали все, что можно заминировать. Все технологическое оборудование, что не смогли уничтожить. То есть поставили массу мин, ловушек и так далее. Останавливает цель какая? Удар по инфраструктуре Донбасса. Похоже, здесь творился настоящий хаос. Бывшие работники предприятия говорят, что не уцелело ничего. Украинские военные словно мародеры унесли с собой даже оборудование. Оставили лишь горы мусора. Люди дрожат все, напуганы очень сильно. Все забрали, разбили всю промышленность нашу. А теперь я попробую восстановить. Но самое страшное, что в окрестных деревнях и селах все это время пропадали местные жители. В основном молодые женщины. Теперь ополченцы не сомневаются. Их насиловали и убивали здесь же, в лагере карателей. Вот полюбуйтесь, подвиги доблестной украинской армии. Это женщины. Две женщины. Две женщины, да? Руки у жертв связаны. Видно, что их долго и мучительно пытали. Это гражданские. То есть гражданские женщины? Да. Девушки пропадают. И найти их до сих пор никто не может. Может, это они и есть. Неподалеку еще две девушки, с которыми расправились не менее жестоко. Предположительно, это были расстреляны две девушки с пистолета Макарова. Гильзы были найдены прямо вот здесь, вот на этом месте. По близости ополченцы собрали больше десяти неразорвавшихся снарядов. Их нужно обезвредить. Докладываем вам, боеприпасы уничтожены. По данным разведки бойцов ополчения, в этом районе Донецкой Народной Республики базировалось почти 6,5 тысяч украинских солдат, в том числе боевики правого сектора. Дом разбили, всю квартиру разбили, все окна вылетели. Живи хоть на улице. Голубичный снаряд прилетевший валяется. В этом поселке, кажется, не уцелел ни один дом. Сколько людей погибло, остается только догадываться. Сейчас вот мы на броне отправляемся на разминирование снарядов, которые остались вот в этом городе. Ребята передвигаются на такой технике, потому что здесь в любой момент можно ожидать нападения. Сейчас мы подъезжаем к месту, где мы оставили три неразорванных снарядов. Ребята везут с собой взрывчатку, чтобы разминировать их и уничтожить. Это еще одна база карателей. Брошенное оружие, горы гильзы, несколько неразорвавшихся снарядов, которые до сих пор представляют опасность для местных жителей. Всем внимание! Всем покинуть место взрыва. Аж до бронетранспортера. Снаряды аккуратно складывают в бетонную яму. Ополченцы обходят территорию, убедиться, что в опасной зоне никого не осталось. Похоже, можно начинать. Взрыв произошел. Сейчас мы... Там вот гриб как раз виден. Сейчас мы идем на место посмотреть, уничтожены ли все снаряды. Все прошло успешно. Впрочем, у ополченцев в этом районе еще много работы. Возможно, на несколько недель. Нужно обезвредить все мины на шахте Коммунарская-22 и отыскать родственников девушек, которые были здесь зверски убиты. Александр Токарев, Анастасия Щапова, Владимир Быков. Телекомпания НТВ. Донецкая Народная Республика.